Всем привет! Недавно я вас спрашивала, интересно ли вам будет узнать, какие сувениры и коллекции хранятся в моих книжных шкафах. Вы сказали, что да, вам это будет интересно. Я решила не откладывать дело в долгий ящик и как можно быстрее такой ролик снять. Давайте приступим. Сначала этот шкаф рассмотрим, потом второй, ну и потом перейдем уже к третьему шкафу. Он за моей спиной находится. Ну что, погнали. Давайте начнем с тех вещей, которые у меня хранятся на ручках шкафов. Хотя вот про этот колокольчик сказать мне в сущности нечего. Я не помню, откуда он у меня появился. Но я точно помню, что он очень-очень старый. Что касается вот этого сувенира. Много лет назад мой отец ездил в командировку в Сочи. И он крановщик и помогал строить не то мост, не то дамбу. Я за давностью лет уже, честно говоря, и забыла. Довольно много времени провел он в этом городе. И регулярно присылал разные сувениры в посылках. Большинство сувениров находится на квартире моих родителей. У меня здесь, на этой квартире, есть только вот такой вот сувенирчик, такой брелок. Как вы видите, здесь написано «Святая Светлана». Но кто в теме, тот знает, что в Святцах имени Светлана нет. Есть имя Фатинья. Но мой отец не в курсе. Он просто подумал, что мне будет приятно получить такой подарок. Ну вот, висит у меня такой брелочек симпатичный. Там сзади такая вот надпись. Очень приятный, симпатичный сувенир. Основная коллекция этого книжного шкафа – это не сувениры, не вот эти вот фигурки, а сами книги. Их здесь больше 200 штук. И эти книги я собирала больше четырёх лет. Может быть, кто-то из вас помнит, когда-то в первой полосе, это такая сеть киосков газетных в Петербурге, каждую неделю продавались по 99 рублей книги. Вот практически все книги у меня здесь собраны 15 или 20 лет назад. Я начала их собирать. Книги абсолютно разного жанра. Здесь и детективы, и приключения, и какие-то биографии, и стихи. И авторы тоже представлены разные, как классики, так и современные на тот момент авторы. И ерунды много, и хороших книг тоже много. Потрясающая получилась коллекция, такая разноцветная, разномастная. Практически все книги я прочитала с большим удовольствием. Очень мне нравится то, как выглядит именно этот книжный шкаф. Я безумно довольна этой своей книжной коллекцией. Но какие здесь книги, мы с вами посмотрим чуть позже, и это будет тема другого видео. Забралась я на табуретку, чтобы дотянуться до верхней полки этого шкафа. Здесь у меня всего мало. Есть вот такая фоторамка. Мне ее 10 лет назад подарили, кажется, на Новый год. И как вы видите, она стоит пустая. И все 10 лет она здесь так и стоит. Не востребована абсолютно. Потому что я не держу дома фотографии в рамках фотоальбома. Да, есть. Но вот чтобы я в рамку вставляла фотографии, по дому их расставляла, развешивала, нет. Этого я никогда, в общем-то, не делала. Кстати, у моих родителей фотографий в рамках тоже нет. Наверное, это у меня из семьи пошло. Да, так что такая рамка есть. И я подумываю, кому-нибудь ее, честно говоря, отдать. Что она тут стоит? Просто так. Хотя это память в какой-то степени. Все-таки подарок. Также на этой полочке у меня стоит вот такая симпатичная сувенирная кружка. Мы ее привезли из Калуги в подарок одному моему знакомому. Но до моего знакомого, к сожалению, эта кружка в силу определенных причин так и не доехала, не добралась, к сожалению. А в Калуге мы были в 2019 году. Стоит. Может быть, когда-нибудь все-таки я ее отдам. Если получится. Мы ею не пользуемся. Она такая красивая, сувенирная, очень миленькая. Мне она нравится. А мы опускаемся ниже. И на этой полочке коллекция моих котов. Вот, вы смотрите. Да, я собираю котиков. Не часто, но все-таки вот кое-что у меня здесь есть. Конечно, на целый музей не наберется, но эта коллекция в моем книжном шкафу меня очень-очень радует. Давайте начнем вот с этих милых котиков. Это Манеки Неко. Эти котики приехали из Японии. Их привез мой отец. У него с детства была мечта побывать в стране восходящего солнца. И вот два раза ему это удалось. И, конечно же, из Японии он привозил разные сувениры и разные полезные вещи. Вот эти котики поселились у меня. Один котик привлекает в дом друзей, второй привлекает в денежку. Ну, какой что привлекает, я, честно говоря, не помню. Сидят они на таких красных подушечках. У одного котика вот такая монетка лежит. Это 500 йен. А у второго котика 10 рублей. Такая дружба между народами. Очень милые, симпатичные котики. Прекрасный сувенир из прекрасной страны, в которую я, наверное, никогда не попаду. Да и отец мой тоже уже не попадет в силу состояния своего здоровья. Да, он уже в возрасте. Очень грустно. Я думаю, он не отказался бы и от третьей поездки в эту страну. Что касается моих котиков. Вот эти мои котики. Я их не все привезла из разных городов. Два котика из Петербурга. Вот этот котик желтенький. Я его купила в фикс-прайсе. Он такой пузатый, веселый, жизнерадостный. Это копилка, и она не пуста. Там очень много 5-рублевых монеток. Рублей 500, наверное, точно наберется. Тяжелый такой котик. Мы сейчас больше платим картой, поэтому денежка в него редко попадает. Но все-таки до сих пор, хотя бы раз в пару месяцев, что-то ему перепадает. Вот этот котик симпатичный. Тоже из Петербурга. Я его купила на рынке. Он мне приглянулся своим таким добродушным видом. И грудка у него из стеклышек такая симпатичная. Я подумала, что ему будет приятно жить в моем доме. И именно этот кот положил начало моей коллекции котов. Вот этого удивленного котика я привезла из Орла. Посмотрите, какой он симпатичный такой, маленький, забавненький. А вот откуда этот кот, я пыталась вспомнить, но у меня ничего не получилось. Так я и не вспомнила. Муж говорит, что мы его купили в какой-то крепости. Но мы столько крепостей посетили, что, честно, уже не вспомним, откуда он взялся. А вот на том котике написано «Привет из Нижнего Новгорода». И сразу понятно, что он из Нижнего Новгорода. Это, кстати, солонка. Мне он понравился. Естественно, соль я в него не насыпала. Просто сидит такой веселый, толстенький, забавный. Вот этого котенка я привезла из путешествия в Калининград. Мы его купили в поселке Янтарный. Он сделан из янтаря. Такой миленький. Хорошее дополнение к моей коллекции. Что касается вот этого кота, то он тоже японский. Тоже манекинеку. Тут наклеечка отклеивается постоянно. Папа привез. И внутри этого кота, эта копилка, лежат ены. Что же еще могло бы там быть? Также на этой полочке есть вот такой значок. Мужу на работе выдали. К Олимпиаде Сочинской. Симпатичный. И также есть сувенирные денежки. Не сувенирные денежки. Вообще у нас есть небольшая коллекция монет и банкнот. Одной рукой мне это вам показывать будет неудобно. Поэтому все монеты и банкноты во второй части этого видео вам продемонстрирую в конце уже. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Ну вот, что я вам, собственно, и хотела бы показать в конце видео. Видите, сколько у нас монеток в футляре, в таких упаковочках. В альбомах есть монеты и банкноты. Вот здесь тоже кое-что. Много. На самом деле много. А что еще хранится на этой полочке? Гуляет здесь вот такая замечательная свадьба скелетов. Эти фигурки мы покупали в Фикс Прайсе несколько лет назад. Они продавались к Хэллоуину. Но на самом деле к Хэллоуину эти скелетики не имеют никакого отношения. Они относятся к мексиканскому Дню Мертвых. Посмотрите, какие забавные. Жених и невеста. Официантка. Там музыканты. Это гости. Ну, красота. Просто красота. Также здесь стоит вот такой вот скелет. Он по стилистике чуть-чуть отличается. Я даже не знаю, кто он. Тоже официант или, может быть, дворецкий. Он с подносом. Чтобы он с пустыми руками не стоял, ему денежки на поднос положили. Так, еще тут вот подпившие гости. Такие фигурки интересные. Их муж привез из Екатеринбурга. Такие тоже непонятные чувачки. Стоять не хотят. Все время норовят упасть. А еще здесь есть вот такой вот скелетик с тыковкой. Вот он относится к Хэллоуину. И знаете, что он делает? Вот сколько лет назад я его приобрела. И он до сих пор хихикает. И батарейка до сих пор не села. Удивительно, честно говоря, даже. Хотя я его года три уже не включала. Да, и, в общем-то, почему бы батарейке разрядиться? Ни с чего. А так, еще на этой полочке сидит вот такая забавная компашка. Симпатичная. Такой есть дракончик. Мы его покупали в преддверии года дракона. Это, кажется, был 2012 год. Покупали на подарок. Но он нам так понравился, что мы решили оставить его у себя. Вот так он тут и сидит. Столько лет уже. Десять, да, получается. Также сидит здесь вот такая барышня с формами такими оригинальными. Эту девушку моему мужу подарили на день рождения его друзья. Но это было задолго до нашей свадьбы. Так, на ней написано. Счастье в личной жизни. Вот здесь на подставочке. Так, а еще здесь есть вот такой смайлик. Этого смайлика я дарила мужу еще до свадьбы. Это копилка. Но внутри денежек нет. Просто та фигурка. К сожалению, смайлик пострадал. Упал со шкафа и разбил себе голову. Мы его подклеили. И он дальше нас радует своей улыбочкой. Помимо денег, также сюда можно какие-то записочки прикреплять. Фотографии. Миленькая. И такое сердечко болтается. Очень-очень давно я такое сердечко сама клеила. Да, когда-то я занималась такой ерундой. На этой полке у меня абсолютнейшая сборная солянка. Если можно так выразиться. Благо, достаточно места. Так, что есть? Есть вот такая симпатичная кружка из Эстонии. Сталина. Мне ее привезла моя подруга. В качестве подарка из кружки этой чай я не пью. Она просто стоит здесь как сувенир. И используется как стаканчик для ручек. Ручки самые простые. Муж пишет на работе черными ручками. Как-то раз закупился. Вот все, что осталось. Ну, ручки действительно очень простые, очень хрупкие. Еще есть вот такие карандаши из фикс-прайса. Но они очень плохого качества. Вообще их нужно, по-моему, даже выбросить. Так, что еще? Вот, еще кружки. Посмотрите, какие милые кружки. Их нам подарила подруга моей свекрови на какой-то праздник. Кружки обычные, а вот сами вот эти фигурки – это ручная работа. Это глина. И вот этих вот милых мопсиков лепили с фотографией моих мопсов. Вот это моя реченька. Даже узнать можно, что это реченька. А это кнопушка. Смотрите. Кнопушка же. Один в один практически. Мы, естественно, этими кружками не пользуемся. Они как пришли в пакетиках, так тут и стоят. Ну, грех использовать их по прямому назначению. Но как сувенир – это просто отличнейший сувенир. Это отличный подарок. И большое за него спасибо. Просто красота. Когда человек заморочился фотографии мопсов, попросил и переслал их тому, кто мопсов лепил моих, это, конечно, все недешево. И это шикарный просто подарок. Так, что еще у меня здесь? Разветвители для наушников, которые мы в путешествии используем. Вазы. Эти вазы здесь стоят уже много лет без дела. И вообще от них, по-моему, пора избавляться. Место занимают. В моем доме срезанных цветов уже очень много лет не было. Я срезанные цветы не люблю. Все эти букеты, роз, лилии, еще чего бы то ни было. Все эти букеты в моем доме стоят, ну, максимум двое суток. Что бы я ни делала, как бы я ни заморачивалась. Аспирин, сахар, без разницы, двое суток и все. Букет паник и выглядит крайне печально. Как по мне, это выброс денег на ветер. Поэтому я попросила мужа больше цветы мне не дарить. Он и не дарит. А вазочки вот остались. Так, что еще здесь у меня есть? Вот такая штука симпатичная. Посмотрите, какие милые туфельки. Это Flash Hub от Avon. Подключайте эту конструкцию к компьютеру. И сюда четыре флешки сразу можно вставить. Понравились мне эти туфельки. Они такие розовые, яркие, милые. Но, к сожалению, на моем рабочем столе нет места для этих туфелек. Поэтому они стоят здесь. Так, что еще? Вот эта доска разделочная, стеклянная, из фикс-прайса с совушками. На кухне не прижилась, но прекрасно прижилась в этом шкафу. Также есть вот такая кружка с совушкой. Эту кружку я покупала в Avon для мужа. Именно он, основной любитель сов в нашем доме. Он иногда пьет из этой кружки чай. Такая она симпатичная, милая. Так, что здесь еще? Вот в этом контейнере хранятся разные монетки. Основная часть в альбоме здесь так, по мелочи, что осталось и никуда. Не потребовалось здесь, как рубли, копейки, и новые, и старые. Также евро, евроценты. Все, что осталось после нашей поездки за границу. Фотоаппарат вот здесь лежит. Это его законное место. Это Lumix фотоаппарат, который мой отец привез из Японии. Отличнейший фотоаппарат. Я про него неоднократно вам рассказывала. В поездку мой муж всегда его берет, всегда на него фотографирует. Классный. Так, что еще? Ну, это какие-то наклейки. Я не знаю, зачем муж их когда-то купил. Также такая коробочка. Она просто симпатичная, но в ней ничего не лежит. Еще есть вот такие штуки. Это елочные украшения. В окее бесплатно раздавали. Они у меня тут лежат. На мою елку они великоваты. Нужно их кому-нибудь отдать или на общественную елку во дворе повесить под Новый год. На что они пылятся уже второй год. А вот здесь в углу все, что у меня есть из канцелярии. Другой канцелярии в моем доме, в общем-то, нет. Здесь планировщики, которые муж когда-то покупал для работы. Еще один его планировщик. Склерозочки тут. Блокнотики. И коробочка симпатичная с собушками. Очень милая. Так, что это какая-то флешка. Аж на 512 гигабайт. И вот тут еще у меня склерозочки. В упаковке невостребованные. В фикс-прессе когда-то покупала. Вопрос зачем? Вот сама не знаю. Не пользуюсь. Мужу отдам. Может, ему нужны. Так, в общем-то, все. Все, что есть в этом шкафу, я вам показала. Перемещаемся дальше. На дверных ручках второго шкафа тоже есть подвесочки. Вот этот оберег мне подарил мой знакомый, которому как раз-таки кружка из Калуги предназначалась. Посмотрите, какая симпатичная подвеска. Это на шею можно надевать, можно куда-то подвешивать. Здесь такой всадник на лошади. Солнце. Симпатичный. Такой оберег деревянный. А также у меня здесь есть вот такой ангелочек. Я не помню, откуда он у меня взялся, но ему очень много лет. Таких ангелочков у меня два. Один здесь висит, на этой квартире второй у моих родителей. Такой он миленький, пластмассовый, симпатичный. А еще здесь есть вот такая подвеска с драконом. Муж летом носит эту подвеску с большим удовольствием. Он вообще такие вещи то носит, то не носит. Вот сейчас, как вы видите, этот дракон висит на дверце шкафа. А летом ездил с нами в путешествие. Такой симпатичный, увесистый. Так, ну теперь давайте в сам шкаф заглянем. На верхней полочке поселилась вот такая масленица. Такая деревянная фигурка. Лет 8 или 9 назад мы с мужем на масленицу зашли в теремок. Это сеть блины в Петербурге. И там проходил мастер-класс по раскрашиванию фигурок. Я в этом мастер-классе поучаствовала. И вот так я вижу масленицу. Вот так она выглядит. Она двусторонняя, с косичкой. Симпатичненькая. А еще на этой полочке, я не знаю, как это называется, квадрокоптер, геликоптер. Какой-то пепелац, одним словом, это мужу подарили. Он сломался, видите, он такой подклеенный чуть-чуть. А вообще он летал, муж пугал собак этим адским изобретением. Вот к нему джойстик. Провода, чтобы его заряжать. Веселая штуковина, но, видите, без дела пока что лежит. Я не помню, когда последний раз муж запускал это чудо по квартире летать. Так, опускаемся полочкой ниже. Здесь вот такой вот шикарный нож лежит. Недавно он у нас появился. Муж от родителей его принес. Ему на день рождения кто-то когда-то давно подарил. Так, посмотрите, да, какой веселый, такой тяжелый. Внутри сам нож обычный. Просто нож, ничего интересного. Конечно, оформление шикарное. Это такие скелетики. Можно долго рассматривать. И рукоятку, и ножны. Круто. Мой муж любит ножи. Это его, скажем так, слабость. Так, с этой стороны что? Такие вот совушки. Муж любитель сов. Вот этих. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Он привез из Пушкинских гор. Симпатичный сувенир. Вот эту совушку мужу подарила я. Покупала в красном кубе. Это подставка для записок, для фотографий. Я думала, что муж возьмет эту совушку на работу, когда он работал в охране труда. Ну и будет там, может быть, какую-то фотографию держать на столе. Но нет, эта совушка осталась у нас дома, без фотографий, просто так стоит. Но она симпатичная. Такая миленькая, объемная. Так, что это? Это хрустальная пирамида, внутри которой изображение водолея. Это мне подарили много-много лет назад. Симпатичная такая пирамидка. Стоит, радует меня. Видите, какими цветами она играет. Интересно. Мне всегда было интересно, как внутри куба, пирамиды, чего-либо еще, лазером делают вот такие вот изображения. Это для меня абсолютнейшая загадка. Так, что еще? Ангелочки. Эйванские. Им лет 8, наверное. Они должны светиться. Но батарейка там уже давно села. Поэтому они просто так тут стоят. Такие симпатичные. Мне они очень нравятся. Вот такие миленькие. Полочкой ниже хранятся мои малахитовые шкатулки. На самом деле они не малахитовые. Из другого камня, но я не помню из какого именно. Эти шкатулки мне подарил поклонник моего ютубовского блогерского творчества. Мы два раза с этим человеком пересекались. И оба раза он мне привозил шкатулки. Кажется, вот это в первый раз привез. Может быть я и путаю что-то. Посмотрите. Здесь такая ящерка. Внутри этой шкатулки у меня янтарь. Находится такие камушки на янтаря. Милая вещица. Не бюджетная, не дешевая. Что касается второй шкатулки, здесь ящерка уже такая объемная. В 3D, посмотрите, какая красивая. Очень мило. Внутри этой шкатулки скрываются браслетики. Эти браслеты были привезены из Греции. Опять же мне в подарок тем же самым человеком. Это комбаскини, браслеты из узелков. Вот этот красный браслет я долгое время носила. И вы в видео могли его наблюдать. Под конец этот браслет стал очень быстро растягиваться. Мне стало неудобно с ним. Я его сняла, убрала обратно в эту шкатулку. Также здесь есть абсолютно новый браслет черный. Его для моего мужа в подарок привезли. Симпатично. Большое спасибо за такие щедрые подарки. И еще вот ручку моему мужу подарили тоже из камня. Смотрите, какая она симпатичная. К сожалению, наши пути с этим человеком разошлись. Так получилось. Но благодаря этим подаркам я, конечно же, всегда буду о нем помнить. Что еще здесь? Золотой крестик. Абсолютно не знаю, куда его деть. Муж не носит. Вот он тут лежит. Ладно, пусть так. А еще здесь есть часы. Часы моего мужа. Вот эти ему подарили в этом году на 23 февраля. Так, посмотрите, какие они симпатичные. Здесь написано «Воздушно-десантные войска России». Ну, у меня муж десантник. Поэтому неудивительно, что у него есть такие часы. Они вот так вот открываются. Они китайские. Я думаю, не очень дорогие. Но тут главное, конечно же, оформление. А когда муж делает какие-то физические упражнения, использует эти часы как секундомер. Так, это самые новые часы. Остальные, конечно, довольно старые. Вот эти часы командирские. Посмотрите, какие красивые, тяжелые. У них был железный ремешок, но довольно крупный. И на запястье мужа болтался. Неудобно. Новый ремешок пока что к этим часам муж не приобрел. Но он очень эти часы любит, регулярно их заводит. Чтобы они ходили, не останавливались. А вот к этим часам недавно был приобретен ремешок. Муж эти часы носил. Тут написано «Восток». Как видите, тут трещинка. Неудобно мужу с такими часами на работе. Работа физическая, руками постоянно он что-то делает. И часы в какой-то момент начинают некорректно показывать время. А еще у мужа есть вот такие часы. Молния. Посмотрите. Вот на такой цепочке эти часы. Муж мечтает купить костюм тройку. Пиджак, брюки и жилеты. Чтобы в жилетном кармане лежали такие часы. Знаете, как в кино в старом показывают. Но эта мечта так остается мечтой, потому что костюмы мужу не идут. Как это не прискорбно. Также тут разная мелочевка, которая другого места не нашлась. Есть скальпель, которым я посылки вскрываю. Цанговый карандаш мужа. Когда он что-то размечает, что-то ему нужно где-то отпилить, отрезать, он всегда этим карандашом пользуется. Есть тут маркер серебряный для того, чтобы подписывать разные афишки, плакатики. Фонарики велосипедные. Один мой, второй мужа. Когда начинается велосипедный сезон, они, конечно же, на велосипед переезжают. Еще тут есть такая лупа. Не помню, где муж ее купил. Она ему нужна, он хочет телескоп собрать. Большая лупа есть, а маленькие редко встречаются. Вот встретилась, он купил. А еще, кстати, да, здесь есть такой компьютер, тоже на велосипед. Время показывает расстояние. Опять же, начнется велосезон, и этот компьютер переедет на велосипед. Так, в уголочке у нас что? Такие нашивки. Муж привез их несколько лет назад. Он второй раз ходил в армию, как это называется, военные сборы. Вот, военные сборы ездил, привез. Также вот в этой вот шкатулке еще птички тоже с военных сборов. Вот такие. И вот такая вот подвеска. Это хаос. Тяжелая подвеска, но муж ее какое-то время носил. Потом она стала для него слишком тяжелой, он ее на джинсы вешал. Но она уже года два тут болтается без дела. Он про нее даже забыл, если честно. А что касается шкатулки, я ее привезла из Ярославля, как сувенирчик. Такая она приятненькая. А еще на этой полочке находится коллекция моих афиш с разных концертов. Я сама распечатывала эти афишки, приносила на концерт, и музыканты расписывались. Вот, например, группа «Маврин». Видите, с автографами. Это старая такая афишка, еще когда в составе группы «Маврин» был Никита Марченко. Вообще состав сейчас сильно поменялся. Но давненько на концерте «Мавриков» я не была. Они к нам почему-то не приезжают в последнее время. Ну почему-то из-за пандемии, понятное дело. Так, а вот еще одна афишка. Это был сольный концерт Сергея Маврина. Он представлял свой альбом инструментальный. Два раза к нам с этой программы приезжал. Первый раз мы ходили, я снимала даже видео об этом. А во второй раз не снимала, только вот афишку такую принесла. И Сергей Маврин расписался. Посмотрите, какая у него интересная подпись. Так, что еще у меня здесь есть? «Хардболс». Тоже с автографами. Давненько эта группа нас не радовала своими концертами. Они к нам когда-то приезжали в клуб «Мани Хани». Два раза, кстати, да, в этот клуб приезжали. Так, что еще? Это не все. Нет, еще есть афиша «Гран Кураж». Еще когда Евгений Колчин был в составе этой группы. Тоже все это с автографами. Так мило выглядит. «Гран Кураж» за последние два года два раза у нас были. Крайний раз в феврале я ходила на концерт. Так, еще один плакат. Тоже группа «Гран Кураж». Ну, как видите, без автографов. Этот концерт проходил 17 марта, не помню какого года, в Москве. Вот в клубе «Бруклин Холл». Мы на этот концерт приехали. Это был не сольный концерт группы «Гран Кураж». Там еще две группы на разогреве выступали. И когда «Гран Кураж» вышли на сцену, времени было уже очень много. А у нас был ночной поезд. Мы не останавливались в Москве на ночь. Нам просто с середины концерта пришлось уйти. И автографы в тот раз я, к сожалению, не получила. Очень-очень грустно. На четвертой полочке стоят такие вот симпатичные слоники. Я их сама выжигала. У меня специальный аппарат для этого есть. Охватило меня на слоников, на половину собачки. И к этому делу я охладела. Как-то мне это разонравилось. Причина в этой вот доске, она не очень хорошего качества. Где-то легко выжигать, где-то практически нереально не прожигается дерево. Это тормозит всю работу и немножечко раздражает. Так что я больше этим аппаратом не пользуюсь. Но вот эти слоники у меня есть. Стоят в книжном шкафу. Они довольно симпатичные. Также у меня здесь лежит мой влоговый фотоаппарат. Это его место. Я его отсюда никуда не убираю, чтобы всегда знать, где его найти. Этот фотоаппарат ездит со мной в путешествие. По Петербургу со мной гуляет. Очень меня выручает. Также здесь лежит дополнительный аккумулятор к этому фотоаппарату. И есть еще фотографии с автографами. Фотографии я брала в интернете. Сама распечатывала. И возила их в Москву на юбилейный концерт группы «Гран Кураж» в 2019 году. Музыканты расписались на всех фотографиях. Некоторые по три раза были вынуждены расписываться. Самой ценной фотографией, считаю, вот эту. Здесь есть автограф Михаила Житникова. Он самый первый вокалист в «Гран Кураж». Сейчас он поет в Арии. И у арийца взять автограф, я так полагаю, у меня никогда не получится. Но вот на этом концерте удалось хотя бы автограф Житникова заполучить. Это старая-старая фотография. Он такой еще молоденький здесь. Ребята такие милые. Да, я очень рада, что съездила на тот концерт. Также у меня есть фотография, где изображен Евгений Колчин. У меня много автографов Колчина. И в «Мавриках» он поет, и в «Харболлс». Что касается вот этой фотографии. Все музыканты расписались, кроме Петра Елфимова. Это нынешний вокалист группы «Гран Кураж». Он в тот день плохо себя чувствовал и к поклонникам, к сожалению, не вышел. Так что его автографа у меня нет. Но я не теряю надежды, когда-нибудь все-таки этот автограф заполучить для коллекции. Ну что, приступаем к третьему шкафу. Здесь тоже очень много разной мелочевки. На дверце висит вот такой брелок. Это имперский штурмовик. Кто-то потерял этот брелок, а мы нашли, отмыли. И теперь он здесь охраняет книжный шкаф. Также висит здесь вот такой забавный медведь. Этот медведь, как брелок, был приделан к моим джинсам, которые я в прошлом году купила. Видимо, подразумевалось, что эти джинсы нужно носить вместе с этим медведем. Ну или на сумку его повесить. Но мне это даром не нужно. Я уже выросла из детского сада. Так что он висит на шкафу. Теперь давайте заберемся в сам книжный шкаф. На верхней полочке стоит колода карт игральных. Это какая-то настолка. Мужу подарили. Я, честно, даже не знаю, он играл в эту настолку когда-то или нет. Но она тут есть. Стоит давно уже. Красивая коробочка. А также здесь есть вот такая свечка. Эту свечку нам подарили много лет назад. На Новый год, кажется. Мы ее не раскрывали, не поджигали. Жалко. Так что вот такой сувенир приятный. Стоит, радует глаз. Так, полочкой ниже опускаемся. Здесь по бокам стоят вот такие симпатичные коробки, которые я покупала в фикс-прайсе. Картинка понравилась, но в эти коробки я ничего не убирала. Они пустые, пока что без дела. Ну, может быть, когда-нибудь что-нибудь я в них положу. Еще вот такая коробочка есть тоже из фикс-прайса. Опять же, из-за картинки приобрела. Ну, мило все это выглядит. Она тоже пуста. Еще здесь вот такие фигурки непонятные. Лего, не лего, что это, не знаю. Наверное, из какого-то шоколадного яйца добыли. Такой астронавт, не астронавт, непонятно кто. И еще вот такой пепелац. Здесь птица. Птица за рулем какого-то очень странного агрегата. Не знаю, откуда взялась. Что еще? Вот такие фигурки. Это эльфы, маги. Даже не знаю, кто, опять же, для какой-то настолки муж приобретал. Такие они симпатичные. Я не помню, он покупал не раскрашенные фигурки, а потом брат раскрашивал. Или они уже изначально были раскрашены. Не скажу вам. Что касается вот этих значков, их собирал мой муж, привозил из разных городов и вешал на свой рюкзак. Но потом он заметил, что значки из рюкзака пропадают. То ли сами отстегиваются, то ли кто-то помогает им отстегнуться. И он все эти значки снял, положил в шкаф. Давайте смотреть, что есть. Есть значок из Самары. Это памятник Чапаеву. Мы с вами этот памятник видели, когда ходили в бункер Сталина. Помните? Может быть, такой эпизод из нашей жизни, из нашего путешествия. Симпатично выглядит. Такой крупный значок. Есть значок из Ульяновска. Ленинский мемориал. Мы с вами там тоже были. Очень большая была продолжительная экскурсия. Надеюсь, вам она понравилась. Еще один значок из Ульяновска. Выглядит вот так. Это герб города. Есть значок из Уфы. Я люблю Уфу. Такой милый. И вот такой значок из Уфы. Здесь изображен Салават Юлаев. Его мы с вами тоже видели. Ну, видели те, кто смотрел мои влоги из путешествий. Так, вот этот значок. На нем написано «Я люблю Санкт-Петербург». Его муж купил, видимо, до кучи уже для коллекции. Тоже на рюкзаке таскал. Есть значок из Екатеринбурга. Но я, честно, не помню, что здесь изображено. Какая-то водокачка, что ли. Не совсем понятно. И лежит здесь вот такой брелок из Саратова. Может быть, кто-то из вас помнит, когда мы ездили в Саратов, мы там встречались с жителем города Энгельса. И он возил нас по Энгельсу и возил на место приземления Юрия Алексеевича Гагарина. Без этого человека мы до этого места никогда бы не добрались. Зовут его Сергей. Я об этом вам рассказывала. И на прощание Сергей подарил мне вот такой брелок. На брелке изображена Саратовская консерватория. Вот это приятный сувенир. Хорошая память о хорошем человеке. А на третьей полочке живут драконы. Мой муж мастер подземелья. И, конечно же, в доме обязательно должны быть драконы. Посмотрите, какие они симпатичные. Муж покупал их в каком-то подземном переходе. Недорого они стоили, но выглядят очень внушительно, очень симпатично. Охраняют книжный шкаф. На игру он их никогда не брал, хотя планировал. Также здесь живет вот такой дракончик смешной, непонятный. Это подвеска с цепочкой. Недавно приобрели в подружке. Мужу нужна была цепочка. Вот такая вот симпатичная. Ему приглянулось. Цепочку он снял и повесил на нее свою подвеску. А этот дракончик остался в шкафу. В компании с его старшими братьями, скажем. Также здесь лежит ручка, купленная в фикс-прайсе. Покупалась ради вот такой ракеты. Больше ни для чего она, в общем-то, и не нужна она была. А еще здесь всякая мелочевка хранится. Есть фигурки, которые мы покупали перед Новым годом, как символы года. Например, вот эта вот мышка, год мыши. Такая коровка, год быка. Тигр, год тигра. Тигров у нас даже два. Вот этот в этом году был приобретен. Еще вот такой есть, но я не помню, откуда он. Собачки, вот эту собачку и вот эту их муж принес. Их ему когда-то давно подарили. И есть здесь вот такой вот смешной, непонятно кто. Я когда работала воспитателем, на детской площадке нашла этот брелок. Он валялся без дела. Никто его не искал. Я решила, что возьму его себе. Пусть живет у меня. И уже очень много лет он сидит в этом книжном шкафу. Он в темноте немножечко так светится. Так что еще здесь есть. Вот такое вот нечто. Это вообще игрушка для животных, для кошек, для собачек. В зоомагазине купила. Мне понравилось. Это нечто. Динозаврик или кто, непонятно. Он миленький. Еще есть вот такой динозаврик, не помню откуда. И какая-то непонятная фигня. Колечко и такая вот присоска. Присоска от разветвлителя для наушников, который сломался. Но зачем-то здесь все это у меня лежит. Вообще пора, наверное, как-то избавляться. Так, полочкой ниже находится вот такая конструкция. Это маятник Ньютона. Я думаю, вы знаете, как такой маятник работает. Передача импульсов в чистом виде. Но, к сожалению, этот маятник Ньютона пришел нам китайский, корявый. И один шарик немножечко выдается, из-за чего, к сожалению, долго этот процесс не продолжается. Он весьма кратковременный. Кстати, этот маятник Ньютона мы получили, когда собрали библиотеку из научных книжек по разным наукам. И физика здесь, еще что-то. Де Агостини такая есть фирма, которая и книги продает по подписке, и журналы. Можно машинки собирать с этой маркой, и какие-то корабли, и черт знает что еще. Но мы вот ради такого маятника все эти научные книги собирали. Ну и опять же, мой муж любит науку, и он многие из этих книг уже прочитал. В этом шкафу разные сувенирчики есть также и в нижней части. Например, стоят здесь на полочке вот такие интересные штуки из фикс-прайса на Хэллоуин. Появились в магазине, муж приобрел. Есть вот такой хрустальный шар, здесь сова, череп. Если его перевернуть, то вы видите пепел черный тут опускается. Мало глицерина, видимо, там внутри налили, поэтому пепел очень быстро опадает, к сожалению. Вот эта бутылка мужу очень понравилась. Несколько вариантов было. Он выбрал такую серенькую, такой череп замечательный. Муж туда хотел текилу на Новый год налить, но почему-то не налил, забыл, вероятно. И стоит этот черепок в этом шкафу. Мне кажется, очень даже миленько. Так, это у мужа какие-то записи, какая-то игра на стол. Еще там что-то. Так, полочкой ниже фляжечки лежат. Фляжки этим мужу когда-то подарили. И когда мы ездим в путешествие, муж берет с собой какой-нибудь крепкий алкоголь, наливает во фляжки. И если плохая погода, если мы замерзли во время путешествия, то в гостинице мы что-нибудь такое крепкое употребляем. Иногда даже во время прогулки прикладываемся. Ну, опять же, только тогда, когда холодно и есть реальная вероятность заболеть. Вот так, полочкой ниже живут наши мураши. Вот, чилят. Мы им водичку подлили, их поилочку. Ну, смотрите. Скучают. Ходят. Деток с места на место перетаскивают. Незабавные такие насекомые. Ну, и здесь всякая мелочевка моего мужа для ДНД. Он мастер подземелий. Собирается компания. Брат мужа, жена брата мужа и несколько друзей. Пять человек. И мой муж проводит игры где-то раз в полтора-два месяца. Долго готовится к этим играм. Это очень сложное занятие. Очень много всего нужно. Вот у него здесь разные фигурки специальные для ДНД. Фломастеры, чтобы какие-то картинки раскрашивать. Тетрадка. Он туда, видите, планы какие-то записывает. Такая интересная есть коробочка. Давайте заглянем и посмотрим, что тут. Ох, смотрите, кубики, какие-то фигурки, картинки. Ух ты, как интересно-то. Да, вот так быть мастером ДНД. Это непростое дело. Тут еще кубики. Внизу уже всякая мелочевка. Краска. Еще разная краска. Лубка, что-то красить. Опять же для ДНД. В этих коробках гирлянды. Что-то к Новому году у меня спрятано. Здесь запасные коробочки, мои контейнеры. Ой, все попадает сейчас. Ну вот, я вам все показала. Осталось только коллекцию монет продемонстрировать. И я думаю, что мой муж в этом мне поможет. Коллекция монет в нашем доме появилась спонтанно. Ничего древнего, ничего особо, наверное, оригинального здесь нет. Просто ради души и ради интереса собираем. Все, что есть, все вам продемонстрируем. Я так понимаю, что началось все вот с этих 10-рублевок. Да, когда выпустили 10-рублевые монеты, посвященные городам-героям, как-то так покопались, покопались, глядь, а собралась небольшая, ну не то что коллекция, несколько монет, не повторяющихся. Ну и как-то, однако, одной они начали у нас собираться. Да, потом мы приобрели вот эту вот папку. Ну, как вы видите, здесь есть свободные места. Вот эти монеты нам так и не попались. Я так полагаю, что в других регионах они ходили, а до нас так и не добрались. Да, некоторые монетки пришлось докупать отдельно. Например, вот эта крымская монетка была докуплена отдельно. Отсвечивает. Мы так особо вдаваться в картинки-то не будем. Я думаю, такие монеты у многих есть, многие их собирали. Я знаю, что Марина Светваконца тоже имеет коллекцию 10-рублевых таких монеток. Она как-то раз об этом упоминала. Да, ну я думаю, что мы еще подкупим что-то. Конечно, надо коллекцию, ну как, закончить, скажем так. Тут второй Крымской нет монетки, нет города Вязьма 13-го года, Сталинградской битвы нет. Ну, некоторых других-то их надо будет докупить, конечно. Ну, это стоит дороже 10 рублей, к сожалению. Если уже вы начали что-то коллекционировать. Да, коллекция – это коллекция. Ее нужно будет закончить. Так, что еще есть? Такая вот интересная штука. 200 лет со дня основания акционерного общества «Гознак». Это тебе на работе, да? Да, уникальная штукенция. Давайте посмотрим. Здесь тоже коллекция монеток. Вот это уже не то что раритет, но есть не у всех. Вот такая монетка с сертификатом подлинности. Криника, она сюда так вставлена немножко. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, да. Вот здесь какая-то информация есть. Да. Вот папочка. Это реально коллекционная вещь такая, уникальная. Понятно, что у совсем заядлых нумизматов, я думаю, может быть, такая штука есть. Но если вот человек просто собирает монетки, то для него это может быть такая редкая штука. Да. Ну, и основная коллекция монет хранится вот в этом альбоме. Я как-то раз перелистывала. Это уже, наверное, второй или третий дубль я снимаю. И если я буду на каждой монете останавливаться, то мы тут на полгода с вами зависнем. Да, и солнце сегодня очень ярко, немножечко отсвечивает. Ну, так быстренько пробежимся, посмотрим, что у нас в коллекции имеется. Здесь и монеты, и банкноты. Первое, что есть в этом альбоме, это купюра в тысячу йен. Вот так симпатично выглядит. Отец из Японии привез, не менял на рубли, отдал мне на память для коллекции. Вот так с другой стороны выглядит эта купюра. А также у нас есть деньги. Вот такие интересные. Что это такое? Это валюта из Бангладеш. Эти деньги называются Така. Местная валюта так называется Така. А Бангладеш это государство в Южной Азии, чуть правее Индия. Такая маленькая страна. И вот такие у них деньги. Да, брат привез. Он там был по командировке. Сколько здесь? Тысяча Така. Где-то есть 500. С другой стороны тоже интересные, да? Какие-то картинки нарисованы. Что там дальше? Ты все перепутал. Зачем ты это сделал? Что Така? Так, где 50. Вот серфис. Смотрите. Так, что там дальше? Ой, 200-то я пропустила. Еще 200 так и есть. Красивые такие все. Да, видите, как симпатично. Лидер. Бангладешский тут изображен. 20. И 10. А монеток нам не привезли. Может их там нет? По монетками он говорит, там практически не пользуются. В основном ходит по ходу такая вот валюта. Бумажная. Ага, так это сюда. Ну, естественно, мы потом докупим такие кармашки и уберем каждую купюру по отдельности в кармашек. Положим, где они там. Мы изначально собирали именно монетки, а банкноты чисто случайно, скажем так, вот с этой тысячи йен это получилось. Ну, и они так в довесок идут. Все-таки банистика. Помбанистика это называется. Собирание именно банкнот. Это не наша фишка. Это просто в довесок идёт. Не наша фишка, но банкнот у нас хватает. Вот, например, это белорусские 500 рублей. Ну, это родители мужа в Белоруссию частенько ездят. В деревню, дома у вас там. Ну, да, там родственники периодически их навещают. Так что таких денег у нас достаточно. И 500 белорусских рублей есть, и 1000, и мелкие монетки тоже. Объясни мне, почему у тебя 50 рублей и 2000 рублей вместе тут как-то лежат? А так получилось. 50 рублей, потому что они новые, практически, извиняюсь за это слово, нульцевые. Прям непонятые, аж хрустят. И 2000 рублей, они тоже вот свежие-свежие. Когда только эта банкнота появилась, вот, я банкомат нею выдал. А, вот, посмотрите. Обратите внимание, серия АА, это вот одна из первых банкнот. Понятно, почему они вместе. Так, еще у нас есть вот такие сувенирные 100-рублевые купюры. Это не сувенирные, это настоящие деньги. Точнее как, их собирают как коллекцию, а так они, да, вполне могут ходить по рукам. Они по вращении, да, это посвященные Сочинской Олимпиаде. Тоже, кстати. 10-рублевая банкнота и посвященные Чемпионату мира по футболу, который он проводился. Очень химпатично. Тоже очень красивые, уникальные. Ну, такие купюры, я думаю, не редкость, они у многих есть. Ну, у тех, кто на денежной фабрике работают, так у тех точно есть. Ну, и 200 рублей. То есть такая смая странная. 200 тоже новая, на момент выхода. Ну, да, если посмотреть, то вот здесь вот серия АА, да. А здесь уже вот АБ, это уже позднее вышли. И вот. Ну, в этих тонкостях, знаете, как-то сложно разбираться. Так, что еще? Еще есть 100 рублей 93-го года. Такая СНЕ, 100-рублевка старая. Ну, я помню, да, такие денежки. 10-рублевая банкнота. Почему я ее взял? Потому что это была одна из последних банкнот, которые были в ходу. Сейчас, что практически их довольно трудно найти. В принципе, люди мало пользуются бумажными деньгами и даже железными уж тем более. Вот. И когда я что-то спохватился, думаю, елки-палки, скоро же они вообще перестанут в ходу быть, скажем так. Так, и Чапнул быстренько сюда себе убрал. Да, вот 97-й год выпуска. Ну, и сейчас будем про монетки говорить. Вот на этой странице собрано огромное количество железных 10-рублевок. С этой стороны они все одинаковые, но различаются своей решкой. Так, как вам показать? Здесь эти монеты посвящены тоже, да, областям воинской славы, кажется, так? Ну, здесь, да, никто не забыть, ничто не забыто. И эти, господи, ну, короче, области России, федеральная округа, там. Саратовская область. Ничего, как оно не видно, так сложно смотреть. Солнце, видите, сегодня не помогает. Республика Дагестан, там, республика Бурятия и разные другие республики. Да, ну, симпатично все это выглядит. Вот, тоже собирали какое-то время. Так, на этой странице евро. Они с этой стороны тоже одинаково выглядят, различаются с обратной стороны. Дело в том, что каждое государство выпускает евро с различными оборотными сторонами. Видите, здесь, что у нас, витрувианский человек, тут вот рыцарь какой-то, цветочек. Вот, хотя, вот, допустим, вот это, это все монеты одного и того же номинала, один евро. А верхней части это два евро. Вот, это двушки, да? Ну да, эти монеты отличаются. Они все отличаются, это очень интересно. Да, еще у нас есть такие монеты с повторяющимися картинками, они лежат в другой коробочке. Здесь тоже евро, но это евроценты. Принцип тот же самый, номинал один, а оборотные стороны совершенно разные. Да, симпатично все это выглядит, так интересно рассматривать. Ну, конечно, все бликует. Но моя цель не показать вам, в сущности, все эти оборотные стороны досконально. Просто показываю вам коллекцию монеток. Так, а здесь у нас что? Это наши самые простые, обычные российские рубли, которые в ходу прямо сейчас отличаются, как вот, лицевой стороной. Видите, здесь один рубль, а здесь уже символ рубля. Вот, какие-то мелкие нюансы, это уже так, совсем для знатоков. Здесь вот эти 10 копеек шапуру. С первого года, и по-советски, да. Копеечка вот лежит. Да, с другой стороны они разные здесь. Прямо написано здесь, полукругом. Да, и орел здесь без символов власти, без скипетра и державы, например. То есть такие вещи. В верхней части также 10-рублевки и 10-рублевка, посвященная полету человека в космос. А, вот, вот это. Ну, она тоже была в ходу. Да, 50 лет, это не уникальная монетка, но для коллекции. Ну, я же говорила уже в самом начале, что ничего уникального, сверхоригинального в нашей коллекции нет. А так, вот эти монетки, это ты покупал отдельно в автомате. Что-то покупал, что-то мне, скажем так, подогнали. Ну, в частности, вот это, 1 рубль, советский, это я покупал, да. Юбилейный какой-то. Кубинская монетка, 3 песо. А вот это мне подогнали. Это, если не ошибаюсь, афганская денежка, даже не знаю, какого номинала. А, как интересно, такая-то что? Это, по-моему, украинская монетка, если я ничего не путаю. Или белорусская, или украинская. 2 рубля, непонятно. Надо посмотреть, перевернуть, белорусская, наверное. Да, судя по тому, что здесь монетки, это белорусская монетка. Ага, так, еще какие-то денежки. Это тоже белорусские, но копейки. Копейки. Интересненько. Еще вот. Еще советский рубль. Да, еще советский рубль. Ну, это надо смотреть с обратной стороны. Это польская монетка, 20 злотых, ямайка. Ямайка, 10 ямайских долларов. Ничего себе. А это? Это, по-моему, господи, датская, если не ошибаюсь. А, Данмарк. Написано. Ага. Еще пенни есть, вот, 5, 5, еще что-то. Это, судя по полумесяцу, наверное, это какая-то арабская типа Турция, что-то в этом роде. Да, интересненько, интересненько. Ну, и с обратной стороны, то, что мне больше всего нравится, рассматривать. Победа. Как интересно. Вот, тут Че Гевара. Че Гевара вверх ногами. А именно потому, что обычно монетки слева направо переворачиваются. А это сверху вниз получается. Да, поэтому получается, что он вниз головой. Смотрите, Циолковский. Это мы, по-моему, покупали в этом самом... В Калуге? А, наверное. Так, а это Марсель какой-то. Непонятно, миленько. Тут изображенную. Ой, как интересно, посмотрите. Монетки тоже, это, с самой, большей частью, самые обыкновенные. Часть из них куплены в автомате, ничего уникального. Но... Для коллекции? Для коллекции, вот, реально, иногда просто полистать очень интересно бывает. На этой странице у нас есть жетоны метрополитена из разных городов. Вот это московский метрополитен, это наш, санкт-петербургский. Это екатеринбургский жетончик. Хотя написано московский, даже написано московский. То есть жетоны одинаковые, но жетон из Екатеринбурга, а там пользуется московский. А вот этот с дыркой, здесь написано Межегородский метрополитен, да. Вот этот Казанский метрополитен, пластиковый, такой крупный, симпатичный. А это Самарский, для входа в метро. Ну и на другой стороне, вот, написано Самара. А вот этот жетон, это... Секунду, я еще до этого не дошла. Самара, да, здесь вот тоже все очень красиво. А вот эта штука, да, которую я тут пролистала, это жетон для игровых автоматов. Вот, видите, игральные кости нарисованы. Расскажи нам, откуда ты взял это. Это уникальная история, да. Несмотря на то, что он для игровых автоматов использовался этот жетон в Калининградской области для прохода в туалет в одной из кафешек. Вот, там вам, ну, если вам надо было посетить уборную, вам выдавали этот жетончик, вы туда шли, бросали его в автомат, открывалась дверь. Я подумал, что такого я упустить не могу, и я оттуда жетончик уборок, я буду терпеть, но жетончик себе такой приобрету. Это было чертовски уникально. Ну, конечно, игровые автоматы, они же запрещены, но по территории Калининградской области есть та игровая зона, такой, калининградский Лас-Вегас. И вот такие, видимо, там есть жетоны. Может, поменяли у них жетоны эти, не выбрасывать же, раздали в кафешке для прохода в туалет. Ну, симпатично все это выглядит, а главное, это действительно уникальная вещь. Вот я такой жетон не привезла, я решила воспользоваться по прямому назначению. А муж, вот, видите, привез, ну что ж, это здорово. Еще вот такие штуки интересные. Это чисто сувенирные вещи. Это в какое-то было куплено приключение. Тут, с одной стороны, штурвал, а с другой стороны, я извиняюсь, попа нарисована. Да, не ищи приключений, они найдут тебя сами. Вот штурвал, а вот, да, самая попа. Это ты в каком-то городе купил? Да, да, на вокзале стояли, я себе их в подарок взял, мне очень понравилась сама идея. Можно бросить монетку. Это из музея космонавтики, памятный жетончик. Также из музея Циолковского. А, это из Макдональдса. Да, 30 лет дружбы. Вот, там можно было их, там, по-моему, причем они разные были. Можно было обменять на какую-то еду эти жетончики. Но я подумал, что нет, я не съем гамбургер, но у меня такой жетончик будет. Да, вот здесь картошка фри нарисована. Эх, Макдак нас покинул, а жетончик остался. Да, так же у нас есть деньги в таких упаковках, либо в контейнерах. Так, давай начнем вот с этого лунного доллара. Ну, я как фанат космонавтики, астрономии и всего такого прочего, не мог пройти нему этой монеты. Отдал за нее 500 рублей, купил в автомате. Это лунный доллар, собственно, номинал. Там, с одной стороны, один доллар с эмблемой экспедиции первой на Луну, а с обратной стороны портрет Эйзенхауэра. Настоящие монеты, настоящий доллар, имевший вхождение в те годы, в 1971 по 1978 год. Вот, штука, может быть, не эксклюзивная, но для меня уникальная и очень ценная. Так, вот еще космическая монета. Да, 60 лет, первого полета в космос, 25 рублей. Опять-таки, не мог я пройти мимо космической тематики, так же купил. Красиво, симпатично. Вот смотри, вот это же десяточки, такие, как у нас в том альбоме. Да, не, они, видишь, я обычно не достаю монетки, которые в таких специальных упаковках, они так и хранятся. Ну, это 10-рублевки. Так, здесь орден. Так, что здесь? Вот, кует меч. Это один из трех этих памятников победы. Родина-мать, человек, который кует меч, как он не помню. И я, да, тоже не помню. И в Берлине, там, где он меч опускает. Да, да, такой триптих. Триптих, да, две монеты из этого. Тоже миленько. Ну, это простенькое такое шпота. Это обычные рублей, с Рождеством и Новым Годом. Симпатичненькие, это мне отец подарил. Видите, они такие разноцветные, милые, хороший сувенирчик. Так, еще вот у нас тут есть 25 рублей. Посвященные врачам и медицинским работникам, которые, скажем так, сражались с ковидом. Они сражаются до сих пор. Я подумал, что это такое эпохальное событие в истории всего человечества. Это пандемия. И монету такую в коллекцию иметься надо. Да, вот врачи тут изображены, отсвечивают, правда, немножко. Еще у нас есть две 25-рублевые монетки к Сочинской Олимпиаде. Такие здесь мальчик и девочка нарисованы. Я не помню, они какие-то имена носят, но... Ну, это эмблемы Сочинской Олимпиады. Я к Олимпиаде равнодушна, поэтому особо в тонкости не вдавалась. Они одинаковые. А еще есть такие, как ты назвал это? Ну, это памятные жетоны, наверное, правильно так сказать. Это из мемориала. Да, это когда мы на Ржевский мемориал ездили, в музей заходили, ты купил. Это не монетка, это именно просто жетон. Из Сталина. Так, вот, за ВДВ. Такой же жетон из музея ВДВ в Рязани. Вот. Вот так. Папа, Франциск. А с обратной стороны там... Святое дело Мария Альмуденская. Это мы из Мадрида привезли, да. Там купили в автомате, монетки выдавались рандомно. Нам достался вот этот Папа Франциск Первый, судя по всему, да? Да, наверное. Такая пошарканная монетка, если честно, упаковочка. Вот видите. Симпатичный тоже, хороший сувенир. А это, по-моему, мне отец отдал. Это я точно не помню. Он тоже собирает монеты, но не обычные монеты, а по подписке, вот как мы эти книжки научные собирали, так он монеты собирает. У него тоже большая коллекция в футлярах. Знаете, эти монеты стоят очень небюджетно. Он уже устал все это собирать, а ему все шлют и шлют, он все выкупает, выкупает. И иногда мне отдает некоторые. Вот такую отдал, видите? Такая победа. Битва под Москвой. Красивый же тон. И еще кое-что есть. Вот, например, недавно отец отдал мне три медали. Их больше. Я располагаю только тремя. Эти медали из серии «Небесные покровители». Вот, святой Андрей Первозванный здесь изображен. Ну, с обратной стороны, видите, наклейка, толком ничего не видно. А также есть преподобный Сергий Радонежский. Очень красиво. Видите, даже с сертификатом. У этих медалек тоже был сертификат, но он, видимо, отклеился. И есть святой Николай Чудотворец. Вот, видите, как все это симпатично. И с другой стороны тоже. «Небесные покровители». Красиво. Вот это коллекционные вещи. Но, я так понимаю, особой ценностью они не обладают. Они пользуются для тех, кто именно собирает. Это не деньги. Это именно коллекционные медали. Все это в красивом футляре, с сертификатом подлинности, монетного двора и так далее. Но это все не деньги. Ну, да, это только для коллекционеров. И есть еще вот такая вот медаль. Посмотрите. Золото. И внутри золото. Таких медалей тоже несколько. Есть с серебром, еще с какими-то металлами. Мне тоже папа отдал. Подарил. Вот, видите, как красиво тут. Что тут написано? Богатство России. Видимо, такая серия была. Богатство России. Видимо, должна быть где-то отдельная монетка с нефтью. Да, наша страна богата многими металлами, ресурсами. А еще с газом. Да, обязательно. Да. Я думаю, эта коллекция тоже немаленькая. Ну, согласитесь, красиво. Может быть, золото там на три копейки, но выглядит шикарно. Шикарно. Вот такое видео о наших сувенирах и коллекциях получилось. Надеюсь, оно было для вас интересно. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok